Могилевские ромесники декоративно-прикладного мастатства створили коллекцию оденья с белорусского льна. И на первых международных показах завоевали высокие узнагороды, причем споборничали с профессийными модельерами предприемства легкой промысловости. Обычные льняные бусики. Правильно? Это обычные серьги, которые в любом случае, они меня ничуть хуже не сделают. Правильно? То есть они дополняют, скажем так. У Союзе майстров Беларуси могилевские ромесники Светлана Тимошенко и Светлана Парховченко вядомы, як майстры цвязаня крючком. Белорусские узоры яны выросшили скомбиновать зыльном, упривожили коллекцию аксессуарами так сама зыльна. У першиню яе показали у Смоленску на международном конкурсе дизайнеру у номинации «Этностыль» и одразу стали абсолютными переможцами. Объявили, что мы взяли гран-при за эту коллекцию. Нам было предложено сразу поехать с этой коллекцией в Москву. На открытый конкурс молодых дизайнеров на призы Союза дизайнеров Москвы. Это подстегивало к тому, что мы не зря этим занялись. Поэтому, вы знаете, а потом получилось, нам предложили поучаствовать еще в Ивановской области. Город Плёс – это льняная палитра, где Вячеслав Михайлович Зайцев – председатель. На конкурсе у Иванове даже нашей коллекции додали и мужчинскую вопротку по словах майстрыц. Идею по шиву сучасных аддене с национальным колоритом выношивали амаль 10 годов. Идеи были того, что хотелось что-то сделать вау, то есть свое, скажем так. Не повторить чье-то, а все-таки свое. И, например, вот за эту коллекцию мы спокойны настолько, потому что я знаю, что я нигде ее ни у кого не украла. Ни у Дольча Габана, ни у Юдашкина. То есть это наше. Мне приснился ночью сон, я вот это вот увидела. Вот я его проснулась, нарисовала, и я его воплотила, сделала. По словах модельеру, опошним часом люди усе частей текавятся сучасными речами с национальным колоритом. Теперь майстрыцы працуют над новой коллекцией и комбиновать лен будут с макраме. Андрей Шуляк, Татьяна Сергеевичек, Виталь Вопсю, Новины региона.